Здравствуйте! Меня зовут Анна Золотарева. Я работаю в Российской государственной детской библиотеке и я поздравляю всех наших главных читателей с днем защиты детей. Этот праздник мы решили сделать днем непослушания. Всего один день. Это так мало для огромной жизни. Но как же это много для детства? Специально к празднику мы подготовили подборку интересных фактов из детства наших любимых писателей. Мы же привыкли, что писатели это серьезные, ответственные, воспитанные взрослые люди. Но какими же они были в детстве? Сейчас мы с вами узнаем. Итак, Михаил Яснов. Когда Михаил Яснов был маленький, он очень любил красоту и не всегда любил грибной суп. Поэтому однажды Миша принес в детский сад чернильный карандаш и всем детям нарисовал звездочки на лбу, чтобы красивыми были. А если грибной суп в садике был невкусный, он просто выливал его в карманы. Собственные. Не подумайте плохого. Анастасия Орлова. Анастасия Орлова в детстве была очень сознательная, послушная и ответственная. Когда все уходили из дома, она играла в больницу. У нее был набор шприцев и, конечно же, возникал вопрос, кому же сделать укол. Дома ведь не было никого. Приходилось ставить водяные уколы фиалкам на подоконнике. К счастью, ни один цветок не погиб, а родители так и продолжали считать Настю очень сознательной, послушной и ответственной девочкой. Марина Бородицкая. Марина Бородицкая лет в одиннадцать совершила побег из лагеря. Пионерского, конечно, через пару дней после начала смены. Ей там ужасно не понравилось. Было скучно и библиотека не работало. Тогда она потеплее оделась, дело было к вечеру, одолжила в отряде немного мелочи на электричку и вылезла через дыру в заборе. Поймали ее уже на пути к станции. То-то шуму было. А утром ее домой забрала мама. Несколько фактов из детства писателей связано с птицами. Юрия Нечипоренко. Юрий Нечипоренко однажды в детстве пил воду с гусями. Просто ему очень хотелось узнать, какая она на вкус, гусиная вода из лужицы. А еще хотелось понять, как это гуси умудряются ее пить, запрокидывая голову. Эксперимент проводил. Его старшие удивлялись, все ли дети такие или только у них какой-то особенный уродился. Наверное, не все, а только те, кому суждено стать писателем и ученым, художником и исследователем. Наталья Волкова. Наталья Волкова полтора года плавала с утками. Вернее, она свалилась в пруд к уткам, засмотревшись на мальчишек, играющих мяч. Дело было в ноябре, но благодаря решительным действиям бабушки Наташа не только не утонула, но и не заболела и умудрилась в столь юном возрасте поведать маме о происшествии. Потом, в детстве, когда Наталья Волкова слышала веселую капитанскую песенку «Раз в 15 он тонул», всегда думала, что она и про нее тоже. Игорь Жуков. В детстве писателя Игоря Жукова научили здороваться со старшими. И когда он вышел на улицу, то громко поздоровался с первым попавшимся дедушкой. После этого маленького Игоря пришлось снова учить, что здороваться нужно не со всеми старшими, а только со знакомыми. А самым обидным происшествием в детстве Игоря было нападение на него огромного белого петуха, который дрался шпорами, а Игорю всего-то было три года, и он был меньше своего обидчика. Это так потрясло будущего писателя, что когда он вырос, использовал образ грозной белой птицы в некоторых своих произведениях. Виталий Табуреткин. Великий детский писатель Виталий Табуреткин написал свой знаменитый философско-приключенческий роман в возрасте шести лет. Роман так и называется «Мысли, жизнь и приключения Виталия Табуреткина». И хотя впоследствии писатель ничего так и не создал, это произведение прославило его на весь мир. В честь Виталия Табуреткина даже был назван детский сад для литературно одаренных детей. Марина Москвина. Когда Марина Москвина была маленькой, у нее был детский сад на крыше десятиэтажного дома на улице Горького в центре Москвы. Там на крыше был клуб, где Марина играла на ФНАФа в «Трех поросятах», а в «Двенадцать палочек» ее учил играть писатель Лев Кассиль. Ася Петрова. Уже в юном возрасте в характере Аси Петровой проявилась целеустремленность и метафорическое мышление. Так, однажды в детстве она перелезла через забор и съела у соседей весь крыжовник. Весь. Если вспомнить, какие колючие крыжовенные кусты, то можно представить, какое это было непростое и рискованное предприятие. А еще в начальной школе Ася прокралась в кабинет завуча и подложила ей на стол хомяка. Тонкий намек. Артур Геворгизов. Когда Артур Геворгизов учился во втором классе музыкальной школы, он должен был выступать в Большом зале кинотеатра «Орбита». Маленький Артур так разволновался, что когда вышел на сцену, напрочь забыл начало произведения. А без начала не стоит и пытаться что-либо исполнить. Так он и просидел пять минут перед полным залом зрителей в абсолютной тишине. Потом он встал, поклонился, и зал разразился бурными аплодисментами. До сих пор остается загадкой, то ли маленький Артур так растрогал зрителей, что они захотели его горячо поддержать, то ли они решили, что юный музыкант только что исполнил знаменитую пьесу Джона Кейджа «4.33» для «Вольного состава инструментов». Итак, самые смелые писатели поделились с нами фактами из своего детства. Среди этих фактов закрался один фальшивый. Попробуйте угадать, какой из этих фактов не существовал на самом деле и напишите нам в комментариях. А мы прощаемся с вами. Еще раз поздравляем с праздником. Желаю вам счастья и здоровья. Пока!